МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сотрудники новой службы вместе с бойцами КОФТ провели спецоперацию. Задержали условных преступников, которые захватили пассажирское судно. Я бы очень хотел, чтобы ни на земле, ни на воде ни один преступник не смог найти себе место. Чтобы под каждым, кто задумал что-то плохое по отношению к гражданам, горела земля. Дежурить речная полиция будет круглосуточно. Главная задача – обеспечить публичную безопасность. И подчеркивают, в любой момент готовы прийти на помощь, ведь на воде тоже случаются аварии. Мы соответствующе реагируем на все сообщения граждан, на замечания, помогаем всем, кто просит. Например, кто-то не может доплыть, безусловно, не пройдем мимо. Дорога – это дорога, есть педали, тормоза, полосы. Здесь же многие не понимают всех распознавательных знаков, буев, где можно ходить, где нельзя, где мелко, где глубоко. И очень плачевные бывают ДТП на воде. Патрулировать речная полиция будет территорию в пределах Киева и частично области. Это 43 километра реки Днепр, включая часть Киевского и Каневского водохранилищ. Вскоре подразделения появятся и в других регионах. Точно так же, как в городе Киеве, мы сейчас переформатируем работу в Полтавской области, Кременчугская часть моря. В Черкасской области будем покупать новую технику – плавсредства. Николаевская, Днепропетровская, Херсонская – эту часть Днепра закроем. Мы получили письма от руководителей полиции Донецкой и Запорожской областей о создании подразделений такого типа на катерах на участках Азовского моря и Черного. Речная полиция будет реагировать на чрезвычайные происшествия, бороться с браконьерами и патрулировать столичные пляжи. Это особенно актуально с открытием летнего сезона. Тамара Кононенко, Руслан Белозёров, ЮАИ-ТВ.